Обзор я, собственно говоря, все равно делаю для тех людей, которые думают покупать эту камеру или не покупать в 2021 году. У меня до этого была GoPro 7 Black. Снежная погода. ISO всего лишь 100 ограничил в автоматическом режиме ISO 100. Однако, все остальное, камера DJI Osmo Action, решает сама, что выбрать, как выбрать. Если бы я выбрал в ручных настройках показатель ISO 100 и поставил бы 1,5, например, то мне бы пришлось задирать, наверное, на 1,8, для того, чтобы все было хорошо видно. 24 кадра в секунду и 1080 оно прямо сейчас тоже остается. И вот я поставил на автоматический режим, поставил, ограничил ISO 100. Однако, все остальные там функции выполняются самой камерой. Вот я так думаю, что, в принципе, должно неплохо быть, хотя кто его знает, не знаю. Вот так смотрится снег в тени и снег на солнце. Вот в одном месте сразу можно посмотреть. Итак, небо у нас практически такое же, как я и вижу его в реалии. То есть оно такое голубое-голубое. На улице температура минус 5 здесь сейчас показывает. Ну, посмотрите, я меняю, ну, такое ощущение, что все-таки ISO меняется, потому что, ну, ISO 100 не должно показывать вот так вот. С той стороны будет очень темное небо, здесь будет оно светлое небо. Вот градиент очень хорошо сейчас виден. В правом углу как раз вот он выглядит таким образом более светлым, как белая вода или молоко. Давайте сейчас попробуем свернуть налево. Я так думаю, что здесь гололед будет скоро. Если здесь машины ездят, то вниз в балку машины не ездят, как правило. Скорее всего, там будет гололед. А мы видим, как меняется амплитуда световая из тени в свет. Светлый промежуток. И смотрите, машины едут туда вроде бы как вниз. Дело в том, что у меня передний привод, ребят. И как это будет выглядеть, я вообще, честно говоря, не знаю. Ну, вот смотрите, идут машины вроде бы, да. Самоубийство это или нет, фиг его знает. Ну, такое ощущение по тому, что там мужик стоит. Проблемы там есть. Давайте-ка дадим назад. А подскажите, там гололед вообще нет? Машины выезжают, поднимаются, нормально, не скользят. А, ну ладно, тогда попробуем. Так, может, посмотрите, какая-то пожарка стоит. Угу. Вообще, акуба как-то едет. Понятно. Спасибо. Ну что, поехали вроде бы раз. Добрый человек нам пожелал, сказал, что все будет в порядке. Ну, давайте попробуем, что делать-то. А у нас, ну, здесь просто не гололед, видите, пока. Ой. Попробуем поехать, посмотрим, что будет. Ну, вот пока ситуация такая. Будет интересно, что у нас на обратном пути будет. Просто смутила пожарка, что она тут делает, не совсем понятно. Давайте сделаем вот таким ходом. Я надеюсь, товарищ поймет, что нужно... Парень тоже, по-моему, побаивается, да? Ну, вот он пытается пойти назад. Режим парковки. И у него ничего не получается. Ну вот, на самом деле, особых проблем здесь с выездом нет. Просто потому, что гололеда нет, но там мужик обосрался. Я тоже немножко обосрался. Но я сдал назад чуть-чуть и спокойно выехал сюда. То есть, пока здесь, в принципе, была хорошая такая... Ну, если бы не пожарка, и там, вы видели, еще ребята катаются на санках, раскатывают дорогу. Это вообще, конечно, жуть. Ну что, на улице у нас, тем не менее, минус 5 градусов по Цельсию. И вот сейчас мы наблюдаем, что элементарно гололеда нет. Все как-то... Может быть, здесь проходит теплотрасса, кто его знает, не знаю. Может быть, просто солнечные лучи так хорошо работают. Ну, машина показала все-таки хорошо себя в этом плане. Спокойно мы выехали, без разгона. Просто задом сдали чуть-чуть и все. Не знаю, конечно, как она себя повела бы на гололеде именно конкретно. Но вот, в принципе, сейчас мне понравилось. Ну, снег есть снег, там проблем никаких особо нет. То, что касается камеры... Ну, вот вы сами видите, что там у нас идет облачность. У нас чуть-чуть над домами, где-то в половину экрана, идет белая облачность. А после облачности белой у нас идет синева. Сама синева. Итак, заходим тень-свет, тень-свет. В принципе, смотрим, как у нас работает камера, отрабатывает. Кстати, хочу сказать, что сейчас на обратном пути мы поедем, когда камера нам будет бить прямо в лицо. В смысле, солнце будет бить прямо в лицо. Но, несмотря на это, мы сейчас, по-моему, очень даже хорошо идем. Так. Синева у нас видна, желтый дом виден. Вроде бы дерево не должно быть таким гнутым, хотя столб ровный, видите, и дома ровные. То есть, это говорит о том, что в камере стоит не широкоугольный объектив. Ну, имеется в виду, дисторсии нет. Все хорошо у нас здесь. Ну, погода такая себе, конечно, слякотная. И мы сейчас с вами идем, уходим налево. Поехали, ждем. И заезжаем в свой поток. Как я и говорил, солнышко у нас сейчас прямо по курсу. Будем смотреть, как отрабатывает все. Все, едем дальше. Звенят ручьи, текут. Что там обычно у нас весной делается. Хотя сейчас у нас 18-е, по-моему, дайте посмотреть. 19-е, если вам видно, а вам, скорее всего, не видно. 19-е января сейчас у нас. И продолжаем мы. Давайте еще побрызгаем. Красивенько. А мы смотрим, как отрабатывает камера. Понятно, что я работаю исключительно сейчас в одном режиме. Это режим видео. Но при этом стабилизация установлена. Включена. Rocksteady она здесь называется. Обзор я, собственно говоря, все равно делаю для тех людей, которые думают покупать эту камеру или не покупают в 2021 году. У меня до этого была GoPro 7 Black. И я с ней, конечно, намучился хорошенечко. Камера GoPro, она глючная. Вот самое плохое. Есть две вещи. Глючная. Вернее, три вещи для меня. Это глюки постоянные. Это второе, то, что камера очень часто нагревается, перегревается. И третье, даже четыре. Батарея держится не очень хорошо. У этой камеры, у GoPro 7 Black. Ну, просто нехорошо. Ее хватает батареи на минут 30-40. Здесь же гораздо больше. Дольше. Ну, и последнее, это изображение, ребят. Там оно зашарпанное, перешарпанное. Контраст очень сильный. Очень высокий контраст. Вот. И очень резкая картинка, перешарпанное. Ну, просто очень некрасиво. Получается очень плохая картинка, в общем. Сколько я не смотрел, не делал, не пытался. В общем, я ее продал за 20 тысяч рублей. GoPro 7 Black, который пропользовался два года. И взамен купил за 21 тысячу новую камеру VGI Osmo Action. На этом все, друзья. Удачи. Пишите комментарии, свои мысли. Пишите комментарии, свои мысли. Субтитры сделал DimaTorzok